Все очень просто. Расскажу анекдоты за работой бабла. Участники сбрасываются по одной тысяче рублей, по кругу рассказывают анекдоты. После каждого круга выбрасывают самого несмешного. Победитель забирает все. Но, если тебе не хочется уходить из игры, съешь что-то из этих коробок. Там что-то очень противное, но съедобное. Поехали играть. Итак, участники. Сегодня первая участница Иришка. Иришка, можешь сказать что-то о себе? Если нет, то просто улыбнись. Я нечего сказать. Отлично. Викентий, Вика, Виктория. Зачем грудь, скажи мне? Ты хочешь победить грудью? Нет, всем привет, я Вика. Решила сегодня утром, что обязательно в своем завещании напишу о кремации. Очень хочется, знаете ли, развеяться. Поэтому я здесь. С позитивчиком прямо начала. С козырей пошла. Потому что был анекдот. Чтоб даже мертвая мне не досталась. Ты жадина. Сашечка, привет. Здравствуйте. В тот раз я поняла, что мне не нужны были анекдоты, потому что я вылетела сразу. Но поняла, что победили все, у кого были очки. В этот раз я без анекдотов новочка. Не очкуй. Хорошо. Еще один участник. Он пришел к нам из музыкантского выпуска. Он, кстати, вот здесь. Музыкантский выпуск. Вот здесь. Поехали. Евгений. Да, да, друзья. Я снова, снова в этой теме. Мне очень понравилось. В прошлый раз я... Проигрывать. Да, я проиграл в финале, можно сказать. Но там был очень сильный соперник, мой друг. Поэтому... Поехали. Долго пить? Да. Поехали дальше. Итак, королева гламура. Мы сегодня в час едем все к ее инвестору. Инна. Всем здравствуйте. Я сегодня максимально прилично одета, потому что собираюсь максимально черные анекдоты рассказывать. И чтобы это не выглядело так пошло, я такая приличная. Есть бренд красно-белое, а тут белое-черное. И, друзья, человек, которого я звал-звал, и он пришел... Это я. Это Костя. Да, здрасте. Я вот всем хлопал, но это не было такого, да, явного эффекта. Короче, я хочу сегодня выиграть. Все. Сегодня нет Анашкина, я хочу выиграть. Отлично. На месте Анашкина сижу я. Первый круг разминочный. Первый круг разминочный. На нем не выбрасываем, приглядываемся к друг другу, чморим друг друга, рассказываем и так далее. Поехали. Поехали. Ладно, самый древний, самый простенький анекдот. Советский Союз. Один, значит, папаша троих сыновей собирается ехать в Ленинград. И говорит, сыночке, я привезу вам любые подарки, но давайте в рифму. То есть будете говорить, папа едет в Ленинград, и там что я вам куплю. Значит, подходит старший сын, говорит, ну, папа едет в Ленинград, папа купит шоколад. Он говорит, ну, ладно, коробку шоколада тебе привезу. Средний сын подходит, говорит, папа едет в Ленинград, папа купит мармелад. Он говорит, ну, какие банальные дети, ладно, коробку мармелада тебе привезу. Младший подходит и говорит, папа едет в Ленинград, папа купит мне мопед. Говорит, сыночка, что-то вообще не складно, давай, пока я не уехал, думай там это. Все, уже стоит у порога, говорит, ну что, сынок, что тебе привезти? Он говорит, папа едет в Ленинград, мамин хахаль будет рад. Мамин хахаль наш сосед, папа купит мне мопед. Нормально, нормально. Для первого круга прям даже... Огонь. Прям да. Прям хоть не снимай передачу. Я знаю, почему не смеюсь, у меня эта история прям живо перед глазами стала. Жесть какая-то. Ты в роли кого? Соседа? Пацана, конечно. Я думала, соседа? Нет, нет, я пацан, я пацан. Мика, давай. Так, мы сейчас для разминочки, да? Да, для разминочки. А что говорит медсестра своему парню, когда у нее болит голова? Кулачком поработайте. Мне очень нравятся такие вещи. Почему ты его оставила? Сюда. Мика, огонь. Но это же для разминки, он коротенький. Так это и для разминки неплохо в целом поработать. А у кого голова болит-то, я не понял. У медсестры, когда у нее болит голова. А ей кулачком надо поработать. Ему, кулачком поработать. Вот говорили, не снимайся с утра. С утра. Проснись. Все хорошо, поехали дальше. Саш, давай. Едет мужчина в маршрутке и не знает, как попросить рядом стоящего мужика передать за проезд. И так думает, город у нас в принципе небольшой, мужик едет с цветами. Значит, едет к бабе. Цветы красивые. Значит, наверное, красивой бабе. Думаю, так, у нас в городе только две красивые бабы. Это моя жена и любовница. Но поскольку я еду к любовнице, значит, он едет к моей жене. А у моей жены два любовника. Вася и Петя. Но Петя в командировке. И он говорит, Вася, передай за проезд. Нормально. Это про Копейск. Это про Копейск, да, сто пудово. Они там друг друга все знают. Копейск, город соблазнов. Да, да. Копейск, город соблазнов. Ты вообще не искушенный, да? Я бы так оставил. Это отдельный анекдот. Это Саша на выражение. Поехали. Давай, Жень, для разминки. Ну, для разминки. Я не думаю, что он прям смешной. Но мне было потешно. Это значит... Когда человек говорит, потешно, это из какого века вообще? Это с Копейска. Вы, бля, перебиваете, вас не перебивали. Давайте. Значит, опера. В оперном театре, значит, там вокалистка прям поет громко. Оркестр играет громко. Один мужик другому говорит. Как вам моя жена? Тот, что? Что? Тот, как моя жена поет? Вам нравится? Что? Моя жена как поет? Вам нравится? Да слушай, эта дура так орет, я нихрена не слышу. Не, нормально. Да, да, хорошо. Блин, ну я всегда на распутье на таком. Ну ладно, начну, можно сказать, историю жизни. У нас же здесь на Кировке есть комната страха. Мы же разминку сейчас... Массажка называется. Да, да. Вот такая. И без первой эс. Ну и поскольку я очень-очень боюсь, ну надо же со своими страхами бороться, значит, решила я эту комнату страха быстренько пройти, пробежать. Значит, захожу быстренько, тыж-тыж, на первой ступеньке, значит, поткнулась, упала, плачу, поднимаю голову, передо мной демон, дьявол, какое-то привидение. Все меня уговаривают, пожалуйста, пожалуйста, не плачьте, там гости боятся заходить. Ты прикинь, что появится в Инстаграме? Дьявол уговорил Инну не плакать. Только дьявол. Только дьявол. Кто лучший, друзья, Инны. Поехали. Костя, давай разминочный. Я разминочный очень простой, он мне нравится. Звонок в анонимную службу и голос такой, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, телефон помощи алкоголикам? Там говорят, да-да, конечно, в чем проблема? Подскажите, пожалуйста, как смешать мохито? Обожаю его. Ну что, друзья, мы начинаем теперь уже игру на деньги. Я попрошу скинуться по одной тысяче рублей. Сегодня вас шесть человек, шесть тысяч в игре. Мы начинаем, я предлагаю следующий круг начать с Вики. Поехали. В общем, мужик бухал-бухал и умер. Попадает на небеса, Бог ему говорит, ну, что делать? Умер и умер. Он говорит, боже, господи, я так хочу жить. Пожалуйста, оставь меня еще немножко пожить. Он говорит, ну, человеком тебя уже вернуть не могу. Могу вернуть курицей. Ну, тот помешкался и думает, ну, ладно, курицей-то курицей. Все, очухался, смотрит в курятнике. Ходит, зерна клюет, клюет. Чувствует какое-то давление в жопе. Раз такой, поднатужился. Оп, и у него яйцо выпало. Что? Такой, ммм, ему понравилось. Потом опять, оп, поднатужился. Еще одно яйцо выпало. Мужик ничего понять не может. И тут слышит голос жены. Вставай, алкаш гребаный, ты мне уже всю кровать обосрал. Мне больше не понравилось. Слушайте. Ему понравилось. Чувствует, что там в жопе. Ему. Про кого-то рассказывать. Огонь. А вот это против вас, пацаны. Почему? Потому что сегодня он мальчик и против девочек получается. Окей, ладно, я тогда оттяжусь. Надеюсь, голоса монеты не будет. Поехали, Саш, давай. Кошмар. Скачет Илья Муромец. Скачет, видит деревню. Все ревут. Он герой, он храбрый. Все ревут. Старики, женщины, дети. Все плачут. Что случилось? Ой, ты знаешь, Илья Муромец, мы живем тут. Рядом драконы. Он каждый день забирает у нас по одной девственнице и сжирает ее. Ой, кошмар. Илья Муромец призадумался. Говорит, тяжелая, тяжелая задача. Но я герой. Я справлюсь. Я возьму это на себя. Все. Через неделю дракон умирает с голоду. Рот сразу. Сразу, сразу что ли отдать? Сразу отдать? Я так понимаю, былиный богатырь перетрахал всех детских. Да, да. Это надо задуматься. Это смешно. Это скорее обидно. Просто в нашем мире очень мало детственниц, поэтому... Поэтому нам не понять. Это ретро анекдот мы назовем. Не, не, сейчас прикинь, сидели бы детственницы, и они такие, ой, то усакова. Так и дело, это в древней деревне. Целки! Целки! За что нам забанят выпуск? Непонятно пока. За вот него. Да. Поехали. Жень. Ну, у меня про матросов. Значит, два матроса. Вот. В дальнем плавании. А один из них, значит, такой бабник, кутила такой. Прям ловелас по девчонкам. А другой анонист. Вот. Ну и живут они вместе там в дальних плаваниях. И, значит, один всегда ходит по разным заведениям злачным, а второй, ну, и приходит, рассказывает этому анонисту. Вот. А тот, ну, день-то свою и наяривает от рассказов. И такой, ну, давай, че, говорит, все, тут приходит, значит, там, в порту пришел. Ну, давай, брат, давай, рассказывай мне, че там у тебя. Такой, раз, все, водочку поставил, приготовился, значит, такой стоит. Тот, короче, выходим мы в порт, там клуб ночной, стриптиз. Мы заходим, я, говорит, беру, мулаточка красивая, титьки, вот, жопу вот тут. И че? Он, я, говорит, ее на ушко поцеловал, сказал ей на ушко, пойдем со мной. И че дальше? Ну, тут полиция набегает, говорит, раз, говорит, всех захомутали, наркотики нашли. Тот, блин, да что ж такое-то, раз буханул, то да это не все. Мы, говорит, на улицу выходим, говорит, и она выходит. Я ей говорю, слушай, пойдем, говорит, куда-нибудь в гостишку зайдем, говорит, там друг друга. Ну, давай, заходим мы в гостиницу, сидим, говорит, я, говорит, ее раздеваю. А там, говорит, такая грудь, такая, титьки. Тот, и че? Он, говорит, я ее в грудь, а в одну целую, в тот, да, и во вторую целую. И что дальше? Тут сток дверь. Брат, не открывай, пожалуйста, не открывай. Только один вопрос, почему в течение анекдота членов все больше становился? Просто интересно. История интереснее? Нет, история интереснее, там человек более воздушный. Нарастала эрекция. Нет, в конце уже вот это, что за торпеда была? Ну, потому что финал... Там у него такое есть. А, да? Да. Не буду... А ты откуда знаешь? Давайте остановимся. Ребята, это на другой выпуск. У тебя в конце, если не расширяется, надо... Все, поехали, не надо дальше, в черноту. У нас скорее эту тему. Имя, да, давайте. Они не остановятся. Максимально приличный анекдот из сегодняшних. Ну да, пожалуйста. Значит, приходит мужчина к проктологу. Очень-очень. Неуютно. И говорит, доктор, у меня какие-то проблемы, посмотрите, пожалуйста. Он заглядывает, батенька, да у вас в жопе детство играет. И что, это опасно? Нет, ну солдатиков я бы вытащил. Фу. Максимально приличный из этих. Что дальше будет? Да, да. Еще и машинка с подъемным граном. Я же специально как бы сегодня. Отлично. Я не знаю теперь, какой у меня анекдот вообще. Приличный, неприличный. Жизненный. Он и она находятся в комнате. Она такая к нему подходит. Такая, слушай, хочу секса. Секса хочу очень сильно. Хочу, хочу прям так сильно, что вот прям сейчас. Я не знаю, почему она тебе это делает. Хорошо, хорошо. Она такая, вот ты можешь два часа? Он такой, могу. Она такая, а скажи честно, ты будешь кричать? Он такой, буду. От ужаса. Он такой, почему от ужаса? Он говорит, ну прикинь, я все, а еще впереди час пятнадцать. Час сорок пять, там, даже не час. Тебе меньше повезло. Тебе повезло меньше. Я прям специально рассказал по-другому. Да, 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 да. Я сейчас узнаю. Удачно замуж вышла, да? Поэтому сижу с утра, анекдоты здесь рассказываю. Конечно, выгонит он тебя. Давай мать двоих детей. Да, мать двоих детей. Меня дети дома ждут. И муж, кстати. Так, что рассказать-то? А, приходит, значит, девяностолетний дед к врачу. Тот говорит, милочек, как у вас дела? Что-то вы вас давно не были, я уж грешным делом подумала, что больше не придете. Он говорит, да вы что? У меня только жизнь начинается, между прочим, женился. Ладно, ну поздравляю вас. Да, и моей жене двадцати лет. Он говорит, ну, двойные поздравления. А еще мы ждем ребеночка. Кого ждете? Ну, жена моя двадцатилетняя, она беременна. Так, как же вам потактичнее объяснить? Ну, вот смотрите. Пошли вы на охоту, а ружья у вас нет. И взяли вы с собой зонтик. И идете, значит, по лесу, и тут на вас выпрыгивает олень. Вы зонтик вскидываете, открываете, бах, олень падает замертво. Дед такой, да как это так, это как-то невозможно. Это значит, стрелял кто-то другой. Ну, вот это я вам и хотела сказать. Тонко. Не, слушайте, вот это, ну, типа, не посмеялся, но в голове разрывака вообще. Это смешно. Ну, вот, знаешь, есть анекдоты, которые ты прям ржешь. Классный анекдот. Спасибо. Лучшее место для тусовки в Бла-Бла-Бар. Итак, друзья мои, начинается самое мое любимое. Ненавижу это. Кому не преодолеть последний рубеж? Кто провалился на первом экзамене? Кого следует немедленно отчислить? Кому не дождаться праздничного фейерверка? Кого, как старый гаджет, пора сдавать идти? Давайте ведущего. Давайте. Сразу с меня начнем, правильно? Давайте, давайте. Мы начинаем с того, кто у нас первого рассказывал. Вика. Кто у нас, по твоему мнению, самый хреновый рассказчик? Рассказчик или у кого самый хреновый анекдот? Почему ты в общем на меня смотришь? Давайте так. Просто рассказывай. Да все, ладно. Я сейчас проголосую против тебя. Так, я, наверное, проголосую против оленя. Против оленя. Лучше именно. Спасибо. Это она мне за прошлый раз возвращает. Нет. Возможно. Я просто, этот анекдот у меня был. Так я тебе его давала. Но я его, он был про медведя почему-то у меня. Да. Он был про медведя. Вот. Ну, он такой на самом деле. Понятно. Не знаю. Поехали дальше. За кого? Ну, вот у меня был очень смешной анекдот. Я так смеялась, когда его прочитала. Но поскольку никто не засмеялся. Я поняла, что, наверное, он... Ну, против себя проголосую. Нет, против себя. А, нельзя, да? А, нельзя, да? Ну, помню, показалось, что это... Ты что-то же как-то неуверенное. Нет, нет, нет. Как ты... Так. Ну, тогда прям... Да давай мочи меня, что-то. Сегодня можно. Мочи, я все равно с тобой не работаю. Да с чего это? А у Инны, между прочим, правда, хороший анекдот. Ну, вот... Поэт? Нет, я абсолютно уверена в Косте. Вот, потому что он прям молодец. Мне не очень зашел первый анекдот. Разговоришь ты? Но я думаю, остальные зайдут. Поэтому я вот с первого раза позволю себе... Потому что все равно... Костя. Пожалуйста. Не будет. Поехали дальше. Евгений, против кого? Слушай, ну... Санька, прости меня, пожалуйста. Держи, Сань. А тут прям все крысы собрались, да? Друг против друга вообще. Инна, давай, против кого? Слушайте, ну я просто знаю потенциал Ирины, да? И если честно, как бы я вот... Что-то про оленя мне тоже не нашла. Не зашло. Давай, давай, давай. Это же начало. Правда? Я и говорю, я только из-за того, что я знаю потенциал. Отлично. Тут че я? Говори. Не, ну мне, конечно, хочется сделать падлость, да? Чтобы у нас как-то это два на два было. Но давай по-честному. Я слишком ценю и уважаю девчонок. Я поддерживаю абсолютно все феминистические движения страны. Поэтому вот против вот этого мужлана. Хорошо. Хорошо у него был анекдот. Иришка. Да, видишь, вот, вот. Либо я тупая, либо что вообще Сашин анекдот не поняла. Сашин анекдот ты не поняла. Это какой, про Илья Муромцев? Да, ну до меня дошло потом через 10 минут, что он всех перехал. Внимание, у нас полный круг. 2-2 батл. Не, открывай дверь. Ира против Саши. Поехали. По анекдоту рассказать? Первая Ира. Может, коробочка? Не, коробочка. Пожалуйста. Это если ты один, наверное. Первая, да, да. Первая Ира. Поехали. Ну, давай. Муж с женой празднуют золотую свадьбу. Он говорит, вот мы с тобой почти всю жизнь вместе. Может, ты признаешь, что ты вообще меня в течение жизни изменяла? Она говорит, если честно, любимый, я изменяла тебе три раза. Говорит, ну ладно, расскажи. Может, как бы это можно как-то простить. Она говорит, ну вот смотри, первый раз мы еще были молодыми, тебе никак не давали кредит на то, чтобы построить наш дом. А потом сам директор банка выдал тебе эти деньги. Ну, вот это я с ним переспала. Он такой, ну ладно, это же для семьи, для нас с тобой. А второй раз? А второй раз помнишь, ты был практически смертельно болен, и тебе нужна была очень важная операция, никто не соглашался ее делать. Хотя потом главный хирург области сделал тебе эту операцию. Ну, это я вот тебе с ним изменила, поэтому он тебя прооперировал. Ну ладно, дорогая, это же моя жизнь, это ты ради меня. Ну, а третий раз? Ну, а третий раз помнишь, ты баллотировался в депутаты, и тебе не хватало всего 49 голосов. 2000 я думал. Электорат. Нормально. Ну что, Сашечка, я не знаю. Сап, у меня только такие профессорные лекции. Уважаемые студенты, сколько спермы выделяется у мужчины за один раз? Ну и голос последней парты, девушка, полный рот. Как вы можете? Ну что это такое? Вы находитесь на лекции по биологии. Давайте, пожалуйста, поточнее по-научному. Два глотка. Ха-ха-ха-ха. Пора задуматься о корпоративе для коллег. В распоряжении Зотов и Вент многолетний опыт и команда профессионалов. Варианты корпоративных мероприятий на все случаи жизни. Звоните прямо сейчас. Понятно, что вам надо всем, да? Да, да, да. Понятно, что надо, какие расставки. Кто выходит? Кто вылетает, Вика? Да капец, вот тут сейчас... Ну подождите, а почему без меня голосование? Давай, давай, Вика, давай, 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 этот круг еще не закончен. Круг заканчиваем, потом дальше пойдем. Смотри, есть такая, Вика, смотри, есть такая... Да, да, да. Мы сейчас раскидываем пять пополам, у них в итоге выкончаются все анекдоты, что не приготовили, и мы выкидываем двоих. И мы делим в гонорар. Не рекомендуем так сделать. Я буду выкидывать, если вы так сделаете. У тебя коробки еще есть. Нет, это для другого. Так, само соль. Это что, еще что-то есть? Ребят, ну помогите, мне сложно. Ира моя подруга. Это вообще здесь не получилось. Здесь был хороший анекдот. Подруга и два глотка. Ну выбор, ты очевиден. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Подожди, что мне ближе, как бы, это ли это? Ну рассказывай. Это я защитил. Это может быть не ближе, да. Что мне ближе? Что я пришла, чтобы я взяла в жизнь? Так, Вика, давай, что тебе ближе? Да, какой анекдот я бы взяла в жизнь? Да. Да. Два глотка, конечно. Взяла, ты чувствуешь? Это очень смешно, извините меня. Скажи, Вик, полный рот. Полный рот. Может, просто у тебя не полный? Да, не знаю. У нее двое детей, е-мое. На один глоточек. Я теперь хотя бы знаю, что должно быть два. Я не говорю, может, у тебя просто на один глоточек. Да, ты подглата волосы. Мы сейчас человеку все испортили. Она постоянно будет такая. А почему мне не полный? А где второй? А что всего лишь один? Ты куда-то еще ходил? Да, проверка. Давай голосуем. У тебя кто-то есть? Вика, давай, кто вылетает? Это ржак. Ира или Саша? Я голосую против электората. Ни хрена себе ты. Выборы прошли, все можно? Поехали. Проголосовала. Жень. Друзья, ну у Сашки правда реально смешная. Анекдот. Ира, прости, пожалуйста. Ира, прости, дорогая. Зайчик мой, вообще ничего личного. Мы не знакомы даже. Поехали, Костя. Так как от моего голоса ничего не решает, обожаю ровный счет. Ну, конечно, ну вот там смешно было. Ира, прости. Пока. Давай свои коробки так нечестно. У меня, знаешь, сколько там анекдотов? Где твои коробки? Внимание. У нас есть три коробки. Да. Каждая коробка. Три годка. Тогда я рад. Пожалуй, я вы буду. Это хорошо. Только у нас даже операторы. Операторы тоже две копейки ставят. А, пожалуйста, сегодня прям. Пойдем вставай. Вставай. Ты можешь отказаться. Да нет, интересно же. Вот любую из этих коробок ты открываешь. И что там, ты должна будешь съесть. Ну, если там кожура, кожуру можно будет убрать. Любую. Но. Ну, там все съедобное во всех трех. Да, все съедобное. И от этого ты не умрешь, может быть. Может быть. Думай. Десять больше на съемки не нужна. Вот это. Поехали. Итак, там у нас. Пошли, пошли. Мы там играть. А хлебушка нет? Всего лишь. Кого потом поцеловать? А что делать? Сожрать чеснок? Сожрать чеснок. Все, никаких двух глотков. Внимание. Два чеснока. Ой, вот это чесноков. Я тоже хочу это снять. Пожалуйста. Что это? Это же кредит. Что люди за 6 тысяч делают? Я так по моему больше. Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, у тебя реально хлебушка нет? Воды у тебя. Да нет хлебушка. Давайте, давайте, давайте. Воды у тебя нет хлеба? Нет, нет, не делай видеть. Я тебе настрою. Ой, е-е-е. Чтобы не вылететь из турана. Давай, давай, второй чеснок. О, Господи, глаза слезят. Это с моего огорода, с дачи моей. Молодец. Слезать. 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 Вау. Внимание. Мощь. Сгиле. Вообще огонь. Отлично. Поехали. Мне страшно представить, что там. Да. Это бипец. Вернулись. Ого. Ого. Ешь ты, а слезки у меня. Угу. Итак, друзья мои, человек остается в круге. Мы поехали играть дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова